Безопасна ли продукция, которую ввозят и производят в нашем регионе? Итоги работы областного департамента комитета технического регулирования и метрологии подвели на брифинги в региональном филиале службы центральных коммуникаций. Специалисты рассказали журналистам о выявленных нарушениях в 2016 году. Среди них недовес товаров и использование несертифицированных материалов во время ремонта трубопровода. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Штраф – 689 тысяч тенге за обман покупателей производителями продукции. В нашем регионе 18 наименований товаров продавались недовесом. Во время одной из прокурорских проверок был выявлен факт использования несертифицированных материалов при реконструкции водоводов. Ремонт проводили пару лет назад, но нарушения обнаружили только недавно. У подрядчиков ТО Петропавловского устроя и ТО СК «Максимум» при реконструкции водоводов ТО Казахстана в документах приемной комиссии было выявлено отсутствие сертификатов на песок речной, на водопроводов из полипропилена, приложение к сертификату не соответствует указанному сертификату. Не был представлен сертификат на битву нефтяной, а также не были представлены документы предприятий, проводившие технический надзор. В послании президент страны говорил о повышении экономического и социального потенциала Казахстана. Для этого следует работать по 10 приоритетным направлениям, считают сотрудники департамента. План в комитете разработали еще в прошлом году. Для его реализации создали специальные группы. Некоторые приоритетные направления являются новыми, требуют более детального подхода к развитию. Для других требуются определенные характеристики и законодательства. Это смарт-сити или умный город, индустрия 4.0, органическая продукция, стандартизация услуг, здравоохранение, аккредитация независимых организаций на осуществление верификации и валидацию парниковых газов. В число передовых направлений включили и развитие халал-индустрии. Однако пока разработаны стандарты только для мясной продукции, говорит Вадим Маршаков. Сейчас под халал-индустрию подводят абсолютно все. Это халал-сто, халал-гостиницы. По сути, халал – это продукция, которая приготовлена на основе национальных принципов. Просто назвать халал-сто – это недостаточно. Под это надо подготовить соответствующую нормативную базу. Халал-продукция. На самом ли деле она соответствует всем национальным требованиям. При разработке стандартов в комитете учитывают мнение региональных специалистов управления по делам религий и областной ассамблей народа Казахстана. По некоторым данным, халал-продукция составляет около 30% отечественного рынка. Ольга Фаизулина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.